здравствуйте друзья у нас гости но не просто гости это студентка партнер компьютер school приехала откуда из украины из киева но это вы в америку из киева а к нам школу откуда ярко давайте может быть тогда начнем с имени дина меня зовут дина дина где училась чему так училась в киеве международному туризму вот пошла работать почти по специальности занимаюсь авиабилетами так подождите так это не требует высшего образования то такого почему же требует конечно хорошо так жили вы жили в киеве никого не трогали и когда в нью-йорк попали в мае этого года вот только недавно а вы наш канал смотрите да смотрю давно нет не очень давно ну может быть месяцев 7-8 ну до года но доз до того как в америку попали да да там но не то что вот вы смотрели смотрели наш канал и дует поеду в америку нет такого не было не к сожалению не до процесс начался очень давно я приехал все по воссоединению семьи с отцом своим да вы чё то есть папа давно уехал папа до 2000 мы их обучается в конце 99 так а вы с ним вы соединились на вас соединились то есть папа гражданин вы дочка гражданина ну сначала это было не замужняя дочь до 21 года это вы да это я так вот потом что случилось а потом у меня стало больше чем 21 уже стало почти замужняя потом ребенок появился вот много всяких обстоятельств а почти замуж не это ну мы не решили и не расписываться потому что это был удлинил а процесс воссоединение воссоединение да вот и решили уже это сделать так где ребенок то ребенок в украине остался у бабушки с папой с его папой с ребенкиным папой с вашим мужем и вы одна вперед поехали ну сначала в мае мы приехали вместе с ребенком с александром так мальчик с мальчиком да вот наиболее 5 лет будет приехали на два месяца пожили вот у папы там к сожалению курсы все английского на лето закрываются я только пытаюсь уточнить значит у вас грин карта уже есть нам же есть ваш ребенок он как при этом он получается со мной в довесок ему тоже дают green card о то есть с ребенком сразу вы вместе получили да мужа значит нельзя добавить нам уже нельзя да можно было бы добавить но это было бы опять один хорошо но теперь вы можете уже действительно выйти замуж да я уже поздравляю поздравляю друзья давайте поздравим все кто значит любит когда девушки выходят замуж поставьте лайк в этом месте да я надеюсь там еще будет много поводов но вот допустим люди семейные настроены уже могут поставить лайк значит теперь поскольку у вашего мужа есть но жена с одной стороны и ребенок несовершеннолетний с другой стороны обладатели green card вы тогда по идее должны на них подать часы из там течение трех лет получить если не быстрее до прилетела в нью-йорк 13 сентября 15 подала отправилась и документы как раз светлана к вчера рассказывал вы может быть не слышали но она рассказывала что воссоединение родителей с детьми до 14 лет она там в первую очередь идет что у них там очередь не другая очередь там от 14 там до 21 там еще что-то до 14 это самая быстрая очередь я от лица сына нет не вы лица папа у которого здесь ребенок а он сам должен нет вы должны я я же у меня не адвокации миграционные вы как подавали то без адвоката я сама ну не знаю в общем такие дела так значит они как бы еще получается нет не так скоро должны подъехать говорят что занимает приблизительно до двух лет ага ну два года не 5 не 7 не 10 хорошо значит а вы можете туда-сюда мотаться вам как бы было бы на что так и так вы были все туристом в смысле таким профессиональным и английский да там востребован был можно было востребован да не так что очень сильно как здесь но был востребован хорошо значит вы к нам так как попали благодаря форму говорим да то есть вы читали читали что такое вы читали там что вам захотелось тестеры истории какие-то людей история людей да вот это во первых во вторых отношения сама школы к студентам вот потом видно что то ну во первых по видео видно всем помогаете как относитесь конечно это подкупает ну во вас уже вы как-то может можешь вас обласкали уже тут и да да было конечно и встретили ну да да это 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 отдельные случаи до встретили да это у нас одна из немногих встреченных за последнее время что они как-то перестали говорить встретите меня вот значит с диной до получилось что ее встретит хорошо так вы насмотрелись начитались решили к нам но после того как вы допустим сейчас буквально всего ничего тут два месяца на практику там еще пару месяцев и на работу надо вы работу будете тут искать или в нью-йорк поэнди ну вот после первой лекции с вами да я уже задумалась так а до этого думала осталось-ка я в долине да а я им там рассказывал что в долине сложнее что соотношение спроса и предложения не такое хорошие здесь фактически вот жены программистов которые здесь очень много из индии да они все на рынке тоже и конечно в других местах соотношение спроса и предложения намного более благоприятное это правда ну хорошо значит а тут ночь умерзну поэтому задуматься но в нью-йорке там теплее конечно будет так так а вы где живете расскажите что у вас за жилищные условия но мы сняли двухбедровные апартменты вместе с ребятами студентами которые из моей же группы вот сейчас еще девочку ищем одну потерялась девочка до которую до потерялась вот все кому звонили вроде была девочка собиралась и куда ты исчезла не найти не хорошо то есть вакансия на девочку есть у вас на самом деле какой-то был исключительно интересный вариант с этой квартиры потому что сейчас как бы цены такие что уже за вам бедрум квартирку хотят и 2 200 и 2 300 и и дороже тоже это самое дешевое а у них получилось 2 бедрума за 2 300 и недалеко от школы и за 11 ресторан там один роли но во всяком случае это конечно сильно сильно дешевле чего там нормально вот ту бедрум начинается может быть от двух с половиной я извиняюсь от 3 3 200 3 300 три с половиной вот так вот поэтому вас как бы чуть ли не на 1000 долларов дешевле это это очень потрясающе наш в таком месте а что за место ну близко от школы но это правда я однажды в русском магазине видел объявление там было написано сдается комната в непосредственной близости от портнов компьютерскую это было так трогательно так что ну хорошо значит давайте тогда раз вы человек новый у вас должны быть какие первые впечатления про киев не спрашиваю а вот тут допустим вы в сравнении с киевом во первых раз в америке то будет в нью-йорке первый раз вот что-нибудь такое вас потрясло или удивило или как-то вы не ожидали ну не ожидала все-таки не было осознание насколько большой вот например нью-йорка насколько большой город все говорят да большое бега полу и потому что громадный но когда туда попадаешь вот только уже как-то тогда я смогла понять вот насколько он на самом деле огромный там нет там уже такое кого-то серьезно вы и конечно же разнообразие людей присутствующие здесь особенно в нью-йорке вы смотрели сериал такой есть стар трек про звезды звезды но он давно снимался но там я когда смотрел бы только приехали его показывали все повторяли и там какие там разные люди были я думаю прям в америку попадаешь как стартрек да такие все разные ну хорошо никто вас пока не обижал тут нет не обижали а может вам улыбаются улыбается все приветливые может вам комплименты какие перепадают перепадает то есть такая есть такая да но только учимся общительные приветливые и все стараются помочь незнакомые люди на улице да а как незнакомый человек может помочь симпатичной девушки как помочь показать направлению куда идти но он говорит девушка я вижу что вы явно потерялись давайте вам помогу или или к нему надо обратиться обратиться нужно но бывает сами как бы говорят если видят что такое может предложить и на улице а вот скажите пожалуйста в магазин вы идете и там хотите что-нибудь купить я не знаю что вы покупаете в магазине но сейчас много чего и надувной матрас ну и теплодеяло продовольствие например что овощи фруктов идешь магазин думаешь где тут вот этот овощ где он тут и и не можешь найти есть такое что вот какой-нибудь привычный товар не знаешь где взять сметану я помню мы как-то искали долго не могли найти но есть такое да во первых как-то непонятно как она тут на самом деле называется вот я не могу понять творог это сметанка да вы знаете что мой мой вам совет мой вам совет вы творожок покупаете в русском магазине вот я считаю что если ты привык там какому-то типу от этого всего то в русском магазине на выбор их будет но я не знаю но там питок поэтому вы можете выбрать кроме того в соединенных штатах очень много продуктов именно с украины видимо не подешевле там для импорта вот поэтому тысяч много из беларуси есть но селёдочка снова из беларуси на друзья селёдочка санта бремор там много сортов изумительная селёдка если кто не ел я рекомендую значит но творожок вот там и сметанка там кстати там потрясающая сметана она марки маркетируется как канадская хотя говорят что делают ее в мексике в мексике делают очень хорошие молочные продукты кстати но как-то народ побаивается там за безопасность там и так далее поэтому мексиканский товар идет как канадский рекламу так канадского доверяют вот ну что же хорошо а вы эту украинскую мову разговаривает то сможете значит хорошо а есть возможность какая-то вот где нибудь там с кем-нибудь так или бывает такое сейчас здесь а в нью-йорке да тут еще и это горилочка украинская если что там мужу скажите что пусть не боится за ностальгию так автомобильчик у вас нету нет и вообще в америке еще не было еще не было а там а там был но мужа вот я у меня совсем небольшой водительский опыт но вы можете не боитесь права есть права есть ну хорошо так а какие у вас ну как сказать ожидания планы вот ну понятно там семья приедет но вот ближайшие скажем полгода год как вы чего бы вы хотели добиться ну хотелось бы успешно закончить обучение само собой два месяца и закончили то ну чтобы успешно все получилось вот практика потом конечно же найти работу то самое главное вот такие пока ожидания на ближайшие полгода ну хорошо а вот вы же смотрели наш канал да там последних там месяцев полгода полгода когда вы смотрели вот когда я показываю других студентов вообще разных людей интересно интересно ну вот давайте вы теперь уже на этом стульчике сидите и теперь вы нам скажите что не такое что вам хотелось бы услышать вот когда вы смотрели с той стороны но вы не услышали а сейчас вот знаете вот вы знаете что такое что вот тогда вам было бы реально полезно или интересно услышать а как вопросы ну я бы сказала что если кто-то хочет но сомневается не нужно бояться нужно и делать если есть желание и возможности естественно не надо это оставить впереди что какой-то страха что-то не получится кому-то было легче чем мне потому что там есть какие-то свои нюансы вот нужно делать потому что не делать это хуже вы знаете что у меня вот воспоминание такое я когда был помоложе там лет на 40 так я любил в походы ходить не у нас была компания такая начиная с со старшего школьного возраста с 9 10 класс и мы так ходили там по разным местам подмосковье там все и стопы и вот я каждый помню что каждый раз перед тем как выйти уже из дома какой-то мандраж такой был что-то такое какое-то волнение что-то стучало там я не знаю что но дальше ты переступаешь через той мандраж значит берешь рюкзак на плечи и пошел и дальше все ушло куда-то вот как только пошел так сразу она вроде и не было мандража хотя был и я не знаю там где-то немножко неизвестность где-то родители папа был недоволен что я хожу куда-то он он считал что это опасно что могут тянет в лесу там убить там или что-то такое преступность я может быть он по-своему право был я не знаю я никогда не слышал чтобы что-то случалось там с туристами но тогда правда не было интернет и так не то чтобы сразу все это подхватывалось но в той информации которая дозированно поступало значит гражданам там ничего такого не было поэтому ну да сделать первый шаг конечно самое главное но потом в итоге всегда после этих событий ты уже говоришь себе что это сделал ну а вот конкретно вот тут на местности вот вы прилетели из нью-йорка в нью-йорке все-таки там немножко ближе к зиме да там когда по северней вот вы сюда прилетели что-то такое тут есть специфически вот местное что можно отметить так вот я не знаю когда мне говорят что цветы пахнут он ходит и пахнет цветами а я никогда не видел чтобы они там как-то пахли привыкли я не знаю вот что это такое у вас стукнуло в нос в голову глаза ну честно даже не могу сказать или там как киеве все не прям как киеве ну например я родилась в ялте в крыму у нас тоже было в конце лета в начале осени днем жарко солнечно прекрасная погода вечером уже становится прохладнее ночью уже можно быть холодно вот как бы нью-йорке было не так нюрки было жарко днем жарко было ночью вот как-то вы грустную картину рисуете не начались кондиционер конечно не жарко вот но вообще друзей каких-то завели уже тут знакомых да вот уже третий урок сегодня посещали да из группы после урока у нас дина но как-то заводится быстро до отношения конечно все делятся там переживаниями историями переживают конечно переживают курс интенсивные мало времени нужно все время учебе уделять уделяете стараемся чуть меньше времени потому что мы переезжали пока нашли квартиру они тут немножко пару дней а где в эти пару дней то были до этой квартиры порой дней вы где были мальчики жили а вы там да ну да временно на пару дней значит дину там поселили в какой-то коллектив а потом они уже с ребятами сняли квартирку вот это очень очень удачно я считаю я когда узнал цену я додумал что это ван бедрум а когда до меня дошло что что два просто обалдел ну что же дина я чувствую что ваша история вся еще впереди вы не подвергались преследованием со стороны всяких темных сил вас не лишали доступа к салу там я я утрирую да значит то есть не обижали короче не обижали а родители вашего ну папа я понял папа тут папа здесь мама мама там в украине так она собирается к вам вообще собирается но ей нужно сделать там пока сейчас она хотела сделать визу к туристическую не откажете могут они там злые в киеве да ну посмотрим попытаться тем более у нее дочек тут ну что же хорошо она вас по шенгену там дети путешествуют добывало но у меня просто дядя ушел в кругосветное путешествие на свои собственные ехать один вообще приличный человек у него есть средства но он всю жизнь для этого работа забыла его мечта там можно сказать с детства вот он сам не устроил собственноручно днепр нет он на из мурманска россии да и вот тут не изъел ты другие сборка и вот он ушел кругосвет он давно ушел он около около пяти или шести лет назад пяти по моему ушел и и вижу сейчас сейчас он уже в турции я чё-то не понял но он все это время в кругосвет но он бывал такое что он стал оставил яхту подымал ее вот и улетал к себе домой к дочке к внуку на потом дел там какие люди бывают да он еще нужно было ему визы открывать потому что туда куда он планировал ехать так на месте нельзя оформить где вот им тоже нужно было заниматься применением виз вот и мама туда ездила к португалию и испанию там было поэтому шенген есть есть надежда вот все-таки я вот слушаю историю про дядю я вижу что жизнь изменилась с советских времен так бы на ту яхту бы зарядил и так мимо пограничников бы за политическим убежищем там до ближайших островов там шпицберген какой нету там норвегия до меняются времена меня но он обратно собирается в мурманск или что его там могут уже не понять мурманске когда он вернет собирается да ну возможно после этого еще что-то будет с сестрой воссоединиться хорошо ладно друзья давайте мы дину усталую измученную нашими занятиями интенсивными отпустим заниматься дальше будете дальше заниматься вы покушали после урока то да ну это хорошо давайте в общем накапливайте впечатления потом будем их выплескивать на нашего зрителя договорились спасибо значит и там девочкам скажите что есть мол такой канал силиконовалы войс где их ждут обязательно обещает давайте в дабы так коротеньки так вы так помашем ручкой знать как вы ручки ваш вот и скажем всем пока пока